День с толком Кто нас смотрит на телеканале и в ютюбе, смотрите в этом выпуске В Куринском районе мебель уже поднимают над полом Начались первые подтопления Яровое будет обращаться в генпрокуратуру В постоянно замерзающем городе тарифы хотят поднять почти на 19% День бездомного человека Как живется людям без крыши над головой и кто им помогает? На Алтае начались первые весенние подтопления В одном из сел Куринского района талые воды зашли на три земельных участка Эти фото на выходных опубликовали в социальных сетях Люди жалуются, что каждый год вода заставляет их поднимать в доме мебель Сейчас вода стоит, уровень не меняется Глава района Алексей Купин подтвердил, что три участка в селе Устоловка действительно ежегодно подтопляет Причина – они расположены в яме В этот раз на спасение жилых зданий отправили трактор, чтобы увезти воду Но пока сделать это сложно Почва промерзла и вода не уходит На случай ухудшения ситуации Людей готовы временно расположить в местном доме культуры Однако пока угрозы жизни нет Вода в дом не зашла Жители Ярового готовят обращение в Генеральную прокуратуру России за повышение тарифов на коммуналку Летом они вырастут сразу почти на 19% При том, что горожане надеялись на другой исход злободневной проблемы После передачи ТЭЦ муниципальному предприятию убытки и ТЭЦ, и потребителей должны были снизиться Но вот уже больше года, по мнению людей, ситуация становится только хуже Почему? – разбиралась Валентина Аскерова У меня в том месяце я заплатила 7 тысяч Это сегодняшние, как выяснилось, пока еще гуманные расценки за коммуналку Но уже с 1 июля этого года тарифы в Яровом резко взлетают вверх на 18,8% Отметим, по краю повышение будет в среднем на 6% Сейчас стоимость отопления в коммунальных платежах за зимние месяцы Составляет 50 и более процентов от общей коммунальной строчки Трехкомнатная квартира где-то 5,5-6 тысяч Одна строчка отопления Но рост по всем коммунальным услугам Отопление повысится на 33%, горячая вода на 27%, холодная на 58% Цифры многих обескураживают, но если их уменьшить, считает руководство города Ресурсоснабжающая организация МОПИАТЭК просто не сможет согревать город, обеспечивать его водой и прочими коммунальными услугами Расходы предприятия, которые я сказал МОПИАТЭК, значительно выше тех доходов, которые оно получает от всех видов деятельности Расходы предприятия сегодня у нас складываются на уровне 560-570 миллионов рублей А доходная часть сформирована по году в объеме 380 миллионов рублей Только люди недоумевают, почему убытки компенсируют исключительно за счет граждан Та ресурсоснабжающая организация, которая сегодня у нас существует и работает в режиме выработки тепловой и электрической энергии Она будет приводить к тому, что это предприятие будет всегда убыточно А если оно будет всегда убыточно, то соответственно убытки будут вкладываться в тарифы, которые мы будем оплачивать Для баланса интересов ресурсоснабжающей организации жители городские власти заговорили о компенсациях Вот только из официального ответа жителям мы узнаем, что денег в городском бюджете на компенсации нет Надежда на Краевой, вот только документов, подтверждающих, что казну Ярового пополнят за счет региона, люди не видели Источника компенсации нет, поэтому мы считаем эту компенсацию необоснованной, ничем не подкрепленной И поэтому это призрачное явление, которое не будет иметь места с 1 июля 2021 года Глава города Виталий Самобочи заверяет, компенсировать затраты по коммуналке будут, уже даже утверждено положение А по поводу ТЭЦ поясняет, предприятие в сегодняшнем виде городу не нужно Власти подумывают о строительстве новой котельной, но только на проектные работы уйдет до полутора лет Люди могут уже рассчитывать на коммунальные платежи, но более низкие? Ну, сейчас сложно говорить об отдаленной перспективе, но, конечно, это будет уже современное энергоэффективное оборудование Максимально автоматизировано Будем надеяться, что все-таки мы, по крайней мере, зафиксируем цену на тарифы, хотя бы на достигнутом уровне Износ коммунальных сетей 70% Их вроде бы ремонтируют ежегодно, но лучше-то они не становятся Так, в прошлом году у жителей Ярового почти полгода из крана бежала ржавая вода И люди искренне не понимают, за что они платят такие бешеные суммы Население Ярового порядка 20 тысяч человек, каждый третий – пенсионер Выходит, финансовая нагрузка ложится прежде всего на самые беззащитные слои населения И если сейчас яровчане за ту же трехкомнатную квартиру платят 6 тысяч рублей То же в скором будущем будут отдавать 8-9, почти вся пенсия Это вообще 10 тысяч, как жить? И о какой компенсации они хотят нам что-то сказать? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком 29 марта – годовщина с момента регистрации первого больного коронавируса Уполномоченный по правам человека Борис Ларин сегодня отметил, что с начала пандемии Особенно осенью 2020 года число обращений к нему резко возросло И если весной жители в основном жаловались по поводу невозможности выехать и въехать в регионы и страны То осенью обращались по поводу оказания своевременной помощи и наличия лекарств Семья, пожилые люди, четвертый день к ним не идет врач, у них температура, явный ковид По нашей просьбе врачи приходили там полдвенадцатого ночи вот к одной семье Потом нас оказывали какую-то помощь, выписывали лекарства За три месяца нового года число обращений снизилось, а сейчас оно уже на уровне 2019-го Борис Ларин пояснил, к уполномоченному стоит обращаться не по каждому поводу А лишь в том случае, когда на просьбу людей нет реакции со стороны госорганов По его же словам, обращений к уполномоченному по правам человека после известных январских митингов в нашем регионе не было У нас, конечно, волновали больше всего вопросы привлечения несовершеннолетних к этим мероприятиям У нас 29 несовершеннолетних было задержано на этих митингах И только в отношении шести были составлены административные протоколы и приняты меры административные С остальными, так скажем, ограничились профилактической работой Я считаю это правильно Цифровая среда – это уничтожение образования и вред здоровью детей, уверяют родители барновольских школьников С подобными заявлениями они провели очередной пикет против дистанционных технологий в общем среднем образовании СОС направлен на роботизацию человека Мы против обучения детей искусственным интеллектом Власть не хочет слышать мнения народа и ученых о цифровой образовательной среде Родители говорят, что не против оснащения школы компьютерами и прочими гаджетами Но обеспокоены тем, что авторы проекта по цифровой образовательной среде Предлагают вести видеосъемку учебного процесса и в дальнейшем хранить материалы в неизвестном банке данных При этом, по мнению родителей, переход к образовательной среде пытаются подать под видом внедрения дистанционных технологий На самом деле, по цифровизации дистанционное образование подразумевается Вначале они хотят вести смешанное обучение То есть, немножко дистанта, там побольше очного образования Потом же это образование будет смещено в сторону дистанта полностью Примерить на себя образ ударника производства могли сегодня учащиеся архитектурно-строительного колледжа Барнаула На уроке трудовой доблести Такие занятия сейчас проходят по всей стране А повод столетия с момента награждения госнаградами людей, которые усердно трудились на благо Родины Наши корреспонденты попытались выяснить, возможно ли сегодня возрождение стахановского движения И насколько актуальна идея ударного труда Вокруг красные знамена играет марш энтузиастов Ощущение, что мы попали в разгар советского времени Но нет, таким образом, сегодняшние трудовой молодежи Решили напомнить о людях труда и производственных подвигов прошлого В частности, об Алексее Стаханове Напомним, в 1935 году он, будучи шахтером, еще с двумя коллегами провел рекордную смену Они добыли угля в 14,5 раз больше нормы Позже все лавры за общий труд присвоили одному Стаханову Его наградили орденом Ленина Идеалы Стаханова, по-вашему, вообще не устарели в нашем 21 веке? Мы немножко сейчас в других условиях живем Условия изменились Но всегда Родине нужны люди Люди, которые трудятся, самозабвенно трудятся, с энтузиазмом Не ради прибыли, не ради каких-то личных амбиций, а для того, чтобы принести пользу стране Это наша история, мы должны стремиться к таким людям, как они Потому что они совершали довольно-таки серьезные поступки, которые достойны уважения Студенты сегодня напомнили своим сокурсникам и об алтайских героях социалистического труда Михаиле Калашникове, Марии Клименко и Михаиле Лисовенко Кстати, в 2013 году в России вновь стали отмечать героев труда Правда, среди алтайских тружеников пока удостоившихся ударного звания нет Но ребята без малейшего сомнения считают, что к этому стоит стремиться Каждый человек хочет внести свой клад в свою историю именно от себя, чтобы его запомнили все Подобные уроки трудовой доблести пройдут во всех группах колледжа, а также в других СУЗах региона Такие мероприятия, помимо прочего, призваны повысить престиж рабочей профессии Поднимать статус человека труда, конечно же, нужно Только вот телегерои, выбранные в качестве примера, задаются вопросом независимые эксперты Тот же Алексей Стаханов в свое время оказался не совсем героем Славы, внезапно на него свалившейся, он не выдержал По данным Википедии, зазнался, потерял партбилет и умер от хронического алкоголизма Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком Спортивные чиновники региона, губернатор, депутат Госдумы, член Совета Федерации и Олимпийские чемпионы Так открывали 50-й юбилейный турнир памяти героя Советского Союза, летчика-истребителя Ивана Григорьева Почему этот турнир так важен для Новоалтайска и чем он известен всей стране, расскажем в сюжете Поднять голову смог турнир по греко-римской борьбе памяти героя войны Ивана Григорьева 50-я юбилейная встреча юных борцов России в прошлом году сорвалась, несмотря на сложнейшие приготовления Наконец, сейчас все удалось и, пожалуй, в первую очередь благодаря заслуженному тренеру России Владимиру Кучеру По словам многих именитых гостей соревнований, он проявил завидное упорство, чтобы все получилось А насчет упорства, ну я не один, то есть я как этот, правильно сказать, ну как лицо, наверное Вот, а вокруг меня рядом со мной очень много ребят, которые работают, эту рутину выполняют, которая вроде бы не видна, да, но она каждый день идет Итог, грандиозный для нестоличного города праздник классической борьбы 178 участников со всей России, 12 категорий, 48 призовых мест На Малтай всегда славился традициями борцовскими, то есть очень хорошей школой борьбы Очень много у нас ребят, членов сборных команд в свое время было И сейчас тоже у нас два человека в сборной команде России основного состава Это Виталий Щур и Юра Топа Будем смело говорить, что это вид спорта номер один в городе Видимо, слава об этом вышла далеко за пределы Новоалтайска В очередной раз сюда съезжаются вип-персоны Кроме олимпийских чемпионов, здесь министр спорта края Губернатор, депутат Госдумы Александр Прокопьев, член Совета Федерации и легенда спорта Александр Карелин Он и объяснил, чем отличается этот турнир от его аналогов в других регионах Отличается стабильностью и тем, что много людей участвовало в организации, но никто не сделал этот турнир хуже за все эти 50 лет Поэтому выдающимся ветеранам спорта Александр Карелин вручил награды и подарки А Александр Прокопьев грамоты Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Их получили Владимир Кучер и тренеры Новоалтайской спортшколы Олимпийского резерва Максим Гудочкин и Владимир Лебединский Кроме того, депутат рассказал, что в федеральном парламенте рассматривают инициативу, которая должна помочь тренерам, в том числе и материально На этой неделе буквально мы проводили заседание комитета и обсуждали законопроект по возвращению тренерам статуса педагога Спортивное воспитание возвращается в систему образования И наше второе чтение запланировано на апрель этого года Я думаю, что это будет большое подспорье и такой важной составляющей в развитии детского спорта во всей нашей стране А в Новоалтайске ждут инициатив от региона, которые помогли бы расширить формат турнира памяти Григорьева Через эти соревновательные ковры и так уже 50 лет проходят будущие чемпионы Осталось получить зал, который будет соответствовать масштабам состязаний Тем более с ними и в следующем году будет связана юбилейная дата Турнир юбилейный, а Иван Ивановичу в следующем году исполнилось бы тоже 100 лет 100 лет со дня его рождения Я уверен, дорогие друзья, что ваше участие сегодня здесь Оно, конечно, приведет новых и новых ребят Подрастающее поколение приведет в спортзалы, приведет на ковер И направит вот ту молодую кипущую энергию в правильное русло В стенах спорткомплекса «Алтайвагона» уютно, но уже тесно А как становится понятно по этому турниру, Новоалтайск в развитии классической борьбы идет вперед амбициозно Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком В Барнауле прошла очередная акция по раздельному сбору мусора Они, наконец, возвращаются к ежемесячному формату Винувшие выходные, к примеру, просроченные и ненужные таблетки составили около 10 килограммов от предыдущего раза Всего же за две акции барнаульцы привезли более 120 килограммов медикаментов В городе такой экоактивизм становится модным Акции уже давно стали традиционными Организаторы начинали их проводить еще около 9 лет назад Когда все начиналось, в Барнауле работала только одна точка сбора Сейчас 5 маршрутов мобильного сбора и до 5 остановок на каждом Плюс начинают присоединяться крупные компании Делают это все, активисты организации мусора больше нет без прибыли для себя Первые два года было довольно-таки напряжно Потому что и людей было мало, и люди пальцем у виска крутили, говорили Ну вы что, это вообще нереально И сейчас, когда кто-то такое говорит, ты говоришь А вот помните, 8 лет назад в городе была пара сеток и все А сейчас у нас пункты приема есть У нас есть даже контейнеры для раздельного сбора вторстрия У нас есть очень много переработчиков У нас даже есть конкуренция между сборщиками и переработчиками И это прям, правда, очень сильно радует Следующая акция по раздельному сбору мусора пройдет 17 апреля А подробнее об утилизации медикаментов смотрите в завтрашнем выпуске программы День с толком На Алтае растет число бездомных людей По разным данным, сегодня их насчитывается порядка 2,5 тысяч Их жизни не позавидуешь Между тем, в календаре праздников есть день, когда принято вспоминать про обездоленных Традиционно Днем бездомных в России считался последний, понедельник марта Трудный день все еще холодного месяца С этого года необычный праздник отмечают 30 марта Так нередко начинается история тех, кто оказался без крыши над головой В прошлом и хоккеист, и музыкант Александр Пестряков остался на улице, когда под шофе продал свою квартиру 7 лет назад В то время 250 тысяч надо было мне деньги взять, положить или в банк, или в старшему брату А мне было уже Спустя несколько лет с Китани он пришел в центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства В народе именуемым просто, как центр для бомжей Правда, находиться здесь круглосуточно нельзя, это только ночлег для таких же бездомных, как и он Это, конечно, ночлег, который включает в себя двухразовое горячее питание, ужин и завтрак Затем мы помогаем восстанавливать паспорта, СНИЛСы, ННН, медицинские полюса Иногда приходится восстанавливать гражданство, бывают у нас и такие случаи Здесь, в центре, бездомные принимают душ, надевают все чистое и отдыхают Правда, в 8 утра постояльцы должны покинуть теплые кровати Так, до 16 часов дня кто-то трудится на работе, убирает дворы, кто-то просто бесцельно гуляет Пенсионеры, чтобы скоротать время, нередко вполне культурно проводят досуг, ходят в кино Антонина Геннадьевна взялась даже за лечение зубов, деньги накопила с пенсии Два года назад женщина попала в центр, когда сбежала от собственной дочери, которой, уверяет бездомная, нужна была только пенсия Дочь пыталась уговорить Антонину Геннадьевну вернуться домой, но третий лишний, уверяет пенсионерка В центре она нашла не только приют на ночь, но и по-настоящему родных людей С мужчиной здесь общаюсь с одним, как друзья мы с ним Время у него есть, значит мы встретились Летом на речке с ним вдвоем пропадаем целыми днями Ну зимой сейчас не походишь, только сидим Поддержка душевная есть у меня, моральная есть поддержка Материально не надо В центр ежедневно приходят не меньше 50 человек В суровые зимние морозы все 72 койки заняты Но и других пришедших не выставляют на мороз, а оставляют в коридоре Здесь как-никак теплее Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, День с толком На Алтай назвали лучшие компании-экспортеры по итогам 2020 года Да, несмотря на закрытые границы, наши предприятия не ставили на паузу отношения с зарубежным рынком Наоборот, объемы поставок даже выросли Алтайские центры экспорта не в первый раз уже второй в стране по показателям экспорта И это не просто успех Все помнят, 2020 выдался весьма непростым, полным ограничением для компаний При этом чуть больше тысячи малых и средних предприятий не прекратили поставки за рубеж Компании, все эти цепочки были максимально поделены Но нам все равно удалось, благодаря вашей отроке, выполнить серьезные показатели И более ста компаний заключило контракт, задумайтесь, на более 8 миллиардов рублей Из тысячи предприятий испытать свои силы в краевом конкурсе «Лучший экспортер» рискнули 17 резидентов Три номинации «Прорыв года» «Лучший в сфере промышленности» и «Агропромышленности» Аграрный сектор вместе с пищевой продукцией – давние лидеры на экспорт На этот раз победителем стал производитель сока и масла из облепихи По словам Татьяны, за границей облепиху любят едва ли не больше, чем в России И на зарубежный рынок они работают давно Не боятся осваивать его, в Алтайском фонде развития МСП призывают и других Это, конечно, и новый рынок сбыта, это новые возможности Это более, может быть, эффективный способ продвижения Потому что это доллары, это евро Вы сами видите, как курс меняется, да, и выгоден он становится еще более для того, чтобы экспортировать Кстати, в 2020-м алтайские производители стали активно выходить в маркетплейс, продвигая себя на онлайн-площадках Так что не исключено, что по итогам 2021 года в конкурсе на экспорт будет представлено гораздо больше участников Анастасия Дорога, Николай Шелко, день с толком А на этом у меня все Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб Для вас работает телефон нашей редакции 205-545 Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях А через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok